Друзья, смотрим второй бой между Бэйби Киллером и Клейтоном. На сей раз Бэйби Киллер играет за Масилийцев, а за Афина играет Клейтон. Ну, давайте начнем с его состава. Что мы тут видим? Всадники с дротиками, ударная кавалерия, граждане-всадники, три отряда фракийских воинов. На другом фланге та же самая связка кавалерии, ударная кольница, всадники с дротиками, плюс к ним граждане-всадники, три отряда тарантийской кавалерии, стрелки, это у нас прачники, четыре штуки, линия пехоты, это гоплит в тораксах, пять штук, в том числе и генерал, и плюс обычный гоплит. Интересно, теперь смотрим на состав у Бэйби Киллера, давайте запустим игру. Первая линия пехоты, Масилийские гоплиты, очень хорошие ребята за свою цену, четыре штуки. За ними идут кельтские прачники, четыре штуки. На фланге у нас Масилийские копейщики и фариофоры, да, на левом и на правом. И дальше идут пять отрядов, это у нас топор, 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 топор. Пять отрядов топоров. Что бросается в глаза? Топоры прокачаны в серебряные лычки, вот этот отряд даже в две серебряные лычки, это очень странно. И Масилийская, давайте посчитаем. Масилиская кавалерия, сколько ее? Тут три, четыре штуки. Одна серебряная лычка минимум стоит, я не знаю, сколько, 35-40. То есть на один отряд он накинул сверху примерно 120-130 монет. То есть на пять отрядов это как минимум 500-600, а то и 700 рублей. На эти деньги можно было взять какой-то дополнительный отряд на поле боя. Ну давайте смотреть, Бэйби Киллер все-таки крутой боец, и он знает, наверное, больше, чем мы с вами. Так что не будем давать ему советов, дабы не накликать на себя беды. Ну, типичная игра Клейтона, у него есть Х, у противника их нету, и он сейчас будет здесь на этом фланге сиськи мять очень долго. Пока полностью не отстреляет боекомплект, даже, наверное, там у него останется 2-3 выстрела. И он вот эти именно последние 2-3 выстрела ими будет пытаться выцелить генерала или там какой-нибудь сверх важный отряд пехоты. Поехали смотреть на второй скорости. Маневрирует бойцы, ну вернее, как маневрирует бэйби Киллер, пытается подойти поближе. А Клейтон отходит. Выцеливает он генерала. И сразу отходит. Здесь стоило у кельских брачников вывести туда в первую линию пехоты к Бэйби Киллеру. Потому что у Клейтона стрелки стоят в первой линии. Они дают несколько залпов по пехоте Массили и отбегают. И стрелки бэйби Киллера не успевают дать залп, но ведь так и делают. Бэйби Киллер выдвигает вперед своих стрелков. Но главное сейчас их не беречь. Потому что по кавалерии перевес, конечно же, у Клейтона. Вот спины топоры получают очень мало. Вот здесь успели, судя по всему, кинуть пиломы. Топоры или кто это, или фариофоры. Могу сказать, что уверен на 90%. Сейчас Бэйби Киллер. Вот когда противник так действует, наверное. А у него сейчас копейщик спиной стоит, да? Да. Нет. Показалось, что он стоит спиной. Но именно, что показалось. Окружает очевидное направление атаки, это левый фланг Массилии. Именно на этот фланг будет оказано давление максимальное у Афинян. Снарческий здесь входит до войны с дротиками. 35 киллов. Добили они отряд фариофоров. Ну а здесь добивают фракийских воинов. Очень быстро вырубается целый отряд. Прекрасно. Пока что удается здесь тыглы свои прикрыть. Бэйби Киллеру. У генерала здесь интересная способность. Хотя я уже в который раз вижу, что Лейтем берет именно устрашительно. И боевой клич своему генералу. Так, ударная конь здесь прочаржилась по топорам. И они сливаются. Всего лишь на все 17 килома не сделали. Не особо. Много. Так, Массилийские фариофоры помогают своей кавалерии в битве против всадников с дротиком. Но давайте сейчас сдохнуть на самом деле. Вот Массилийская коньца она очень эффективна против вражеских кавалерий. В который раз я замечаю, что они очень нехило могут обидеть лицо кавалерии. И превосходящие их в основной категории. Хороший отряд. Ну, то есть здесь Бэйби Киллер показывает очень неплохой игру кавалерии. Гоплиты. Посмотрите, вот Гоплит в Тораксах. Это не самый стоковый отряд, но он уже каким-то образом Бэйби Киллеру удается его очень нехило просадить. 65 человек, кстати, в генеральском отряде Афинян. И, в принципе, если его вырубить, то низкоморальные отряды у Афинян побегут. И шансы появятся. Вот здесь надо разворачиваться и просто херачить сразу все три отряда. Вот так и делает. А, да. Все четко, все грамотно, все правильно. Никакого протаскивания не было. Чисто зашел он тут в... Стрелков добивает он в тварь здесь Тарантьевскую кавалерию. И посмотрите, вроде бы как у Клейтона было преимущество по кавалерии, да. То есть ударная кавалерия очень дорогая. Ну, как очень дорогая. Дорогая. И считается, что превосходящая классом в Томасилийскую кавалерию. Но она завязала в ближнем бою и вся была уничтожена. И по кавалерии сейчас уже преимущества никакого нет. У Клейтона. Наоборот, мы видим тыловые натиски не от Афинян, а от Масилийца. Но по пехоте перевес все-таки у Афинян. И я боюсь, что вот этой вот оставшейся пехоты может и не хватить. Бэйби Киллеру для побед. Ну, вот здесь надо выходить в тылку генерала. Генерала нужно вырубать максимально быстро. Сейчас надо весь акцент сделать на убийстве вражеского генерала. И на севере своего. 53. Мне кажется, победит тот, у кого генерал быстрее, вернее победит тот, кто быстрее завалил генерала врага. Ну, вот здесь стоит Фариофор. Срочно ему надо идти, заряжать в тылку. Видите, начинает моргать здесь Торакс. Он остановился. Так, прачник стреляет. Стреляет. Добивает своей кавалерии здесь. Прачников. Бэйби Киллер. Что мы тут видим вообще? Вот огрызок стоит. Топором, надо его двигать. Прачниками залп срочно по этому парню. Срочно залпить по нему надо дать. Первый момент. Да, 3 человек умерло. Вот здесь тоже прачники. Его тоже надо подтягивать. 45 человек это очень много. Блин. Вот моргает, моргает, но не убегает. Гоплит и... Ну, все-таки посмотрите. За счет действий кавалерии в тылах удается выровнять ситуацию в пехотной рубке Бэйби Киллеру. Так, вот здесь натиск не пропустить. Не пропускает. Так. Ударная конница бьет в тыл по Масилийскому генералу. Сейчас может сдохнуть гена. Так, а этот убежал, да, уже? Афинский генерал убежал. Но сейчас убежит еще и Масилийский. И здесь уже будет решать, короче. Вот здесь спиной повернулись. Просто это баг из-за того, что фалангов... А, фалангов ничего. А вот сейчас повернулись лицом. То есть только что стояла спина, сейчас повернулись лицом. Ой-ой-ой, 2-3 начала моргать в Масилии. В свою очередь, Торокс моргает у... Вот этот парень до сих пор втыкает там, отдыхает. Надо его подтаскивать. Начинает моргать здесь вся пехота у Афинян. Глейтон тащит катку. Или не тащит. Нет, здесь уже очевидно преимущество у Масилийцев. Да. В очень тяжелом бою. Могу я сказать уже, это на фенстаке или нет? Уже будет какая-то... А, ну да, 30 секунд достал до конца боя. В очень тяжелом бою. Затаскивает победу здесь. Бэйби киллер. 2-0, он побеждает себе по всему. Действующего чемпиона России. Лейтона. Так, этот бездельник отдыхает там по-прежнему. Да. Молодец, Вэйби киллер. 2-0. Затаскивает он катку. Так, кто у него... Блин, ну все-таки что, получается, работают вот эти вот лычки на топоров? Не знаю, не знаю. Весьма сомнительная фигня. Фариофора, смотрите, 145 килов. Жестко. Но, посмотрите, насколько более качественно и классно сыграла кавалерия у Бэйби киллера. 72, 111, 118, 187. Вот это вот эталонная цифра игры кавалерии за массивную. Вот так должна отыгрывать кавалерия у греков, чтобы греки побеждали других греков. Так, ну, в принципе, у Клейтона это конец тоже не слабо отыграло. 106, 148. Это, в принципе, нормальные цифры для вот этих парней. Можно было... Вот, в принципе, под 140, если бы они набили, я думаю, что победа была бы более близка афинянам. Ну, вражение в садике 96, 83. Хорошая цифра. Вот Тарантийская. Вот два отряда, они подслились, откровенно говоря. 28, 20. Слабая цифра. Вот по 40 лет. Для них, в принципе, нормальные были бы цифры по пехоте. Ну, ровно сыграли что одни, что другие. 2-0. Побеждает здесь у нас Бэйби Киллер. Поздравляем его с победой. Спасибо Клейтону и спасибо Бэйби Киллеру за то, что они показали интересные бои. Не знаю, мне, например, оба боя понравились. Было достаточно интересно смотреть. Особенно вот второй бой. Достаточно напряженный и интересный был. Ну что, всем спасибо. Скоро будет еще много интересных обзоров боев чемпионата России. Так что обязательно подписывайтесь. Все ссылки находятся в описании к ролику. До скорых встреч. Всем пока-пока.